Всем привет, теннисистикалшанс подняться. Данный ролик посвящен выступлениям российских теннисистов на турнире в Париже. Мастерс наконец-то дождались, наконец-то дождались наибольшей мотивации Карена Хачанова, хотя она у него в общем-то всегда и так есть. Рублев Цонга сейчас уже начинает, я не буду разбирать этот матч, просто я скажу для себя, проверю свою интуицию, ну вместе с вами, так как ролик выйдет позже, чем данный матч, либо во время того, как данный матч начнется, ну там человек пять, может успеет посмотреть. Вот, поэтому ожидаю здесь тотал больше, чисто проверяю свою чуйку, Цонга без борьбы не должен уйти у себя дома. Да и Рублев сейчас, вы знаете, все в хорошей форме, ну все, не об этом речь, вот матч Карена Хачанова с Яном Ленардом Штруфом. В далеком 2013 году встретились они в первый раз, Ленард Штруф, Ян выиграл очень уверенно 2-0 Карена, но тогда это все опять же не считается, Карен был совсем зелен, молод, мастерсов на тот момент не было у него совсем. Сейчас ситуация изменилась и последние две встречи в тяжелейших битвах выигрывал Карен Хачанов. Все это были такие трехсетовые матчи там с тайбрейками, ну, в общем, опять же, была дымовуха. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, конечно, Штруф сейчас не в лучшей форме, Карен, ну, периодически играет хорошо, периодически хуже, в зависимости от того, какой ему попадет соперник, проблемы у него на корте возникают, это факт. Здесь мотивация у него, опять же, повышена. В прошлом году Карен здесь победил. Как он собирается с текущей формой защитить здесь хотя бы четверть финал, я честно скажу, ума не приложу. Здесь будет тяжело Карену совсем, найдется какой-нибудь соперник, который навяжет ему тяжелую борьбу. Покрытие Карену более-менее удобно. Объясню почему. Игра Карена, она очень мощная, хорошая, здоровская. Но при этом в Париже не самые быстрые корты, хотя Рафа Надаль сказал, что быстрее, чем в прошлом году. Ну, не суть важно. В любом случае они не самые быстрые. Например, они точно медленнее, чем в Шанхае, например. Я об этом сказал. Значит, игре Карена нужны паузы, чтобы он успевал накатывать и давать давление мячу. Если покрытие быстрее его зоны комфорта, все, игра Карена начинает разваливаться. Что было видно даже на турнире в Москве, где Карен... Стоп, 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 стоп. На турнире в Москве, где Карен выиграл... Выиграл же турнир, да? Да, Карен выиграл турнир. Но чудом отскочил от матча с Филиппом Котшайбером. Видно было, как некомфортно Карену играется на том покрытии. Вот о чем я хотел сказать. Здесь, здесь не имеет смысла вообще ставить на победу Карена. С точки зрения беттинга вообще очень опасно завазить. Тотал больше, тотал меньше тоже не вариант. Очень просто все. Карен не оптимален, Штруф тоже не оптимален. Да, он более-менее вошел как-то в игру, начал кого-то обыгрывать. А если быть конкретнее, то Нишуоку он обыграл. Тягучий теннисист, все вы знаете. Для того, чтобы обыграть Нишуоку, вроде бы ничего такого сверхусилия не нужно. Ну, такому более-менее топ теннисисту с хорошими габаритами, с хорошими данными. Но Нишуоку тягучий. И для того, чтобы выиграть его, нужно как минимум терпение, как минимум стабильное попадание мощными ударами. Корт Штруф их в том матче поймал. Успел, соответственно, прибиться. Последний матч Карен проиграл в Вене. Его Шварцману. Без особой борьбы в первом сете. Только были шансы у Карена. Во втором 6-2. Вот. Резюме такое. Ставить точно не нужно. Надеюсь на то, что Карен пройдет. Но, честно говоря, какая-то борьба здесь должна быть. Но это настолько нестабильный вариант. Просто давайте поболеем за Карена Хачанова. Какие у вас идеи и предложения по данному матчу. Ну, и будете ли болеть за Карена, за Даню Медведева. Тоже пишите в комментариях. На этом я с вами не прощаюсь. Потому что сейчас будет ролик уже посвященный всем прочим матчам. Ну, вот хочется как-то российских теннисистов выделить. Такие дела. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если понравилось это видео. И удачи в беттинге. И главное, ставьте в удовольствие. Все. На связи.